Динамик диаметром 36 мм, емкость аккумулятора 9600 мАч, экран с диагональю в 5,93 дюйма, процессор Unisoc T616, NFC-модуль, мощный фонарик, аппаратная кнопка, коннекторы U-Smart, защита IP68, IP69K, камера на 50 Мп, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе. К смартфону Ulefone Powerama 16S. Но как на самом деле дела обстоят у него, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется этот смартфон в ярко-желтой упаковке, что стандартно для Ulefone. Пакинг неплохой, комплект поставки хороший, в него входит сам смартфон, защитное стекло, несмотря на то, что в стоке наклеена защитная пленка, далее есть краткое руководство, брошюра, в которой можно ознакомиться с продукцией, Ulefone, ремешок для переноски, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 18 Вт и ключ для извлечения слота под две сим-карты и карту памяти. Немного, но все равно спасибо, как говорится. Габариты смартфона следующие, 173х84х25 мм, а вес 408 граммов. Далее, дополнительно пришла мне подставка для автомобиля, которую можно использовать только в паре с фирменным чехлом. Чехол стандартный, в комплекте с ним идет карабин и зажим. В целом, ничего нового. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Для участия в розыгрыше достаточно подписаться на канал с колоколом, оставить осмысленный комментарий больше пяти слов под любым из роликов и в комментарии указать свое имя в телеге, либо в описании своему каналу. Открыть подписки и подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Если победить, я вам напишу. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, перейдем же к защищенному смартфону. Приобрести данную модель можно в черной или черно-оранжевой расцветке. Выглядит устройство так же, как и большинство защищенных смартов. Ко всему у меня был обзор на версию 16 Pro. Так они вообще похожи. Верхняя и нижняя часть смартфона прорезинена, тыльная часть выполнена под карбон, а боковые рамки металлические. Качество материалов хорошее, да и собран смарт надежно. В руке он лежит не совсем удобно из-за ширины и толщины. Плюс 16s, как я уже говорил, весит 408 граммов. На корпусе расположили кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, программируемую клавишу с поддержкой до трех команд. Настроить команды можно в настройках на смартфоне. Далее есть контакты для зарядки на тыльной части, петля, микрофоны, USB Type-C в версии OTG 2.0 и миниджек. Оба разъема находятся под одной заглушкой и иногда это доставляет неудобства. По динамикам мы имеем основной на 3,5 ватта, Hi-Fi динамик и разговорный динамик. Диаметр основного динамика 36 мм, качество звука, конечно, далеко от какой-то портативной Bluetooth-колонки, к примеру, от Anker Soundcore Mini 3 Pro. Несмотря на это, в целом динамик громкий, но персонализировать звучание возможности в стоке нет, то есть вам нужно будет отдельные плееры скачивать для этого. Вибромотор слабенький для подобного веса и габаритов, плюс настроить силу вибрации возможности нету. Из полезного есть индикатор уведомления и встроенный фонарик. Прямо швейцарский армейский нож, все под рукой, не правда ли? Далее есть коннектор U-Smart для подключения различных аксессуаров, к примеру, эндоскоп или микроскоп. В обзоре смартфона Ulefone PowerArmor 16 Pro можно посмотреть, как работает эндоскоп. Это не новая штука, его можно и отдельно купить для любого смарта. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 5,53 дюйма с разрешением 1440 на 720 пикселей HD+. Рамки, как и подбородок, громадные, плотность пикселей, внимание, 271 ppi, ультра скромно, яркость 480 нит. По моим замерам на 100% яркости экран выдает 440 люксов. Яркости не хватает, если мы говорим о использовании на улице в солнечный день. Авторегулировка яркости работает корректно. Далее. Частота обновления экрана максимум в 60 герц, мультитач на борту экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, распознаванием лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но распознавание лица срабатывает даже под небольшим углом, но не всегда. И очень медленно. Внешне, как и по особенностям, это копия 16 Pro. Да и экран такой же. Решили они схитрить. Процессор установлен здесь Unisoc T616 с техпроцессом 12 нм и 8 ядрами. Максимальная частота у него 2 ГГц. Графический процессор ARM Mali-G57MC2, оперативная память на 8 ГБ, LPDDR4X, внутренняя на 128 ГБ. По железу мы видим улучшения по сравнению с 16 Pro, но при этом понимаем, что производитель мог бы и сразу установить в 16 Pro подобное железо. А по факту сделали 2 одинаковые модели по функционалу, но с разным железом и стоимостью. Интерфейс в стоке Android 13, русский язык разумеется на борту. Система работает неплохо, сильных подтормаживаний я не встречал. FM Radio работает без гарнитуры, что очень круто. В меню также есть полезное приложение под названием Инструменты, а в настройках имеется некоторое количество функций для комфортного использования смарта. Это Android Auto, персонализация интерфейса, функция работы экрана в перчатках, специальные возможности и так далее. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, VO, LTE, HD, поддержки 5G сетей нет. А для 4G есть 7, 3 и 20 бенды. Связь смартфон ловит хорошо, проблем с датчиком приближения не было. В Bluetooth версии 5.0 и на все модули в наличии можно установить Мирпэ и оплачивать покупки бесконтактным способом. Из навигации же на борту, GPS, GLONASS, BAIDEO и GALILEO. Плюс есть цифровой компас, но работает он не идеально. Емкость аккумулятора 9600 мАч, смарт, поддерживает быструю зарядку до 18 Вт. Одно название, правда, и зарядку от док-станции на 10 Вт. Полный цикл зарядки по кабелю занимает около 4 часов. Использовать 16S как Powerbank в крайнем случае, разумеется, можно, но лучше прикупить отдельно нормальный Powerbank. За 1 час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости и по Wi-Fi уходит не больше 3% заряда. За час игры в PUBG New State улетает 12%. Играть в целом можно и довольно комфортно. В Genshin Impact играть тоже можно, но опять же это не игровой смарт. Плюс он сбрасывает яркость приблизительно наполовину от общей, но не перегревается. Перейдем же к тестам. В CPU троттлинг-тесте смартфон на 100 потоках при 30 минутах выдал 167 гипсов максимум, 164 гипсов в среднем и 157 гипсов минимум. Нечего тут сбрасывать, правда, когда мощи-то нет. В Geekbench 6 в сингл-коре 444, в мульти-коре 1595, в GPU-скоре 518 в Antutu выдал результат в 298 тысяч попугаев. Сторож-тест показал неплохие, кстати, 46 тысяч и 45-минутный стресс-тест вы можете наблюдать на экране. Летим дальше. Улефон PowerAma 16S имеет степень защиты IP68, IP69K по сертификации IES6529 и MIL-STD810H. Конечно же, я его искупал, под заглушки вода не попала. Весь функционал остался живой, динамик как работал, так работает. Также я имитировал его падение с чехлом несколько раз на асфальт с высоты около полутора метров. Защитный чехол получил незначительные царапины, но не сломался, что хорошо. Смартфон также практически не получил повреждения. Экран целый и отлично, что он слегка утоплен. Появилось пару неглубоких царапин, экран не треснул. Летим дальше. Основной сенсор здесь на 50 мегапикселей Samsung S5KGN1 с апертурой 1.8. Углом обзора в 77 градусов и максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 фпс. Прямо как Realme 12, который я сейчас тестирую. Также есть дополнительный макросенсор на 2 мегапикселя. Фронталка Samsung S5K4H8 на 8 мегапикселей с углом обзора 86,4 градуса. Находится она в верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 фпс. Сенсоры другие, но качество видео практически такое же, как в 16 Pro. Это все из-за процессора и, в принципе, из-за оптимизации системы. Ничего хорошего ожидать от подобных камер не стоит. В примере видеосъемки вы можете заметить, как плохо справляются камеры со светом, плюс детализация и цветопередача сильно хромает. Стабилизации нет, да и автофокус прыгает. Но есть подводный режим для съемки, что многое решает, не правда ли? Для тех, кто любит плавать под водой. Минусы. Экрану не хватает яркости, миниджек и разъем для зарядки находятся под одной заглушкой, что крайне неудобно. Не совсем удобные коннекторы U-Smart, так как приходится постоянно откручивать винт, а также к минусам я отнесу цену не в период распродаж. Только во время сейлов на него можно смотреть. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что уже 1 июня опять будет сейл, а вообще в июне их будет 2 на Алиэкспрессе. Поэтому подписывайтесь с колоколом, плюс я там еще размещаю сторисы. Эти сторисы я сохраняю и скидываю в пользу нетстрима, для того, чтобы вы могли ознакомиться с тем, как, допустим, стоит получать скидки на Али. Подписывайтесь на канал с колоколом, резюмирую. Ulefone Power Armor 16S это то, что должно было быть под неймингом Power Armor 16 Pro. Конечно, 16S лучше по производительности, чем 16 Pro, но в остальном они идентичны. Если говорить об общих ощущениях при использовании этих двух моделей, то большой разницы я не заметил. Обе модели подтормаживают и подлагивают. В остальном от меня девайсу максимальная скромная да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.